Здравствуйте! В конце октября в Краснодаре прошел 8-й Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка. Одной из обсуждаемых тем стало жестокое обращение с детьми. Эту же проблему поднимала в своем выступлении и Ольга Смирнова, уполномоченной при губернаторе Архангельской области по правам ребенка. Сегодня она в гостях у программы «Такие дела». Здравствуйте, Ольга Леонидовна! Вот насколько актуально для Архангельской области эта проблема жестокое обращение с детьми? Вы знаете, конечно, в последние годы эта тема стала довольно-таки актуальной. И почему? Потому что если мы проводили анализ 2008 года, по 2012 теперь уже включительно, то вот последние годы, по 2011 год, у нас все время шел рост вот именно преступлений, направленных против детей. И это было очень печально. И вот меня порадовал последний 2012 год, когда у нас есть некоторое снижение по сравнению с 2011 годом. Но я хочу сказать, что, конечно, мы говорим в целом о преступлениях, направленных против детей. Это и насильственные действия, это и жестокое обращение с детьми, это и сексуальное домогательство и прочее. Конечно, если мы говорим в целом по области, то я бы хотела привести две цифры. Количество детей, которые совершили преступления несовершеннолетние, их 892 за 2012 год. А вот пострадавших детей против детей... Вы даете цифры по области? Да, я даю цифры по области. Значит, 1416 преступлений, совершенных против детей. Поэтому вы видите прекрасно, что цифры-то значительно выше, чем даже преступления, которые совершили дети. Правда, некоторые дети не по одному преступлению совершили. В общем-то, в целом, у нас довольно-таки преступность тоже была приличная в целом по Архангельской области. Но вот эти преступления меня очень беспокоят, которые именно направлены против детей. А если мы сравниваем с 2011 годом, то у нас в 2011 году это было 1702 преступления. Поэтому, конечно, вот снижение есть, это радует, но тем не менее, я считаю, что все равно эта цифра остается высокой. Ну вот, согласитесь, не на пустом месте возникла эта проблема. В чем причина, вы видите? Почему росты? Я хочу сказать, что ведь в целом у нас, к сожалению, к великому, вот дети, порой, значит, преступность против детей и насилия, и жестокое обращение, оно имеет место в обществе. Мы это с вами прекрасно наблюдаем. Оно имеет, к сожалению, между самими, значит, несовершеннолетними детьми, между сверстниками, особенно это касается, вот, значит, подросткового периода, и оно, к сожалению, имеет место в семье. И вот на сегодняшний день, вот в большей степени, конечно, страдают дети в тех семьях, где вот есть сожители, или сожитель, или сожительница. И это мы тоже с вами имеем возможность наблюдать. Конечно, вот, взаимоотношения сегодня вот становятся жестче, и, конечно, в этом направлении надо работать. Надо не забывать о том, что все-таки мы все люди, и что у нас есть дети, к которым мы, прежде всего, должны относиться с вниманием, добротой, любовью, с пониманием, потому что другого-то здесь не дано. Ну, это ведь все вот на словах, да? Да. Как все-таки здесь мы видим нездоровые семьи, прежде всего, правда? Ну, нездоровые семьи и в какой-то степени нездоровое общество, потому что ведь семья, ведь семья — это основная ячейка общества, и из семей стоит в целом общество. И если у нас, допустим, раньше были определённые какие-то традиции, устои, значит, мы всё время говорили о своих корнях и так далее. Вот, к сожалению, в период перестройки мы очень многое потеряли, и вот те семьи, которые, значит, у нас имели детей в этот период, эти сложности жизненные, они, к сожалению, отразились на детях. И вот это поколение семей, вот взаимоотношения, отношения к ребёнку, к сожалению, в ряде семей, я не говорю о всех, есть замечательные, прекрасные семьи, и я думаю, что большинство, но просто в ряде семей возникают такие проблемные вопросы, которые, конечно, требуют, значит, внимания и вмешательства, и решений, и, может быть, даже помощи этим семьям. И в первую очередь помощи, пути, решения. Ну, я хочу сказать, что прежде всего это надо работать с семьей, мы всё время говорим, конечно, детям всегда лучше в семье, конечно, в своей кровной семье. Да, задам вопрос сразу же встречный, а кто должен работать с семьёй? У нас есть определённые органы, службы, которые, значит, должны, это социальные службы, в первую очередь. Вот, значит, ну вот у нас есть семьи, которые неблагополучные, социально опасные семьи. Конечно, значит, они настоят прежде всего на учёте в органах социальной защиты. И органы социальной защиты вместе с органами опеки, это все у нас относятся к системе профилактики, значит, они уже, естественно, смотрят с этой семьёй, проводят работу. У нас есть центры защиты прав несовершеннолетних, у нас есть центр помощи семье и детям, в которых есть соответствующие сотрудники, работники, психологи, которые должны работать с этой семьёй. Но понятно, что когда уже семью выявили, она находится в социально опасном положении, здесь работа, конечно, нужна уже такая очень усиленная, чтобы действительно сохранить эту семью. Но ведь надо ещё и профилактировать то, о чём мы говорим. И то, что сегодня в некоторых муниципальных образованиях у нас работают социально-участковые, и вот это даёт свой эффект и даёт свой результат, потому что, когда уже только появляются какие-то первые признаки неблагополучия в семье, вот тогда это уже семья становится в поле зрения, и тогда ей уже помочь можно гораздо быстрее, исправить ситуацию гораздо лучше. А когда уже действительно социально опасная семья, тогда всегда становится вопрос, как дальше быть с этой семьёй. Хорошо, если она после работы с соответствующими людьми, значит, эта семья понимает, что надо прежде всего сохранить её, они сами должны прежде всего прийти к такому выводу, отношение к детям изменить. И тогда, значит, это замечательно, прекрасно, тогда эта семья сохраняется. А когда вот действительно уже становится опасно, и дальнейшая жизнь ещё более опасна для детей, конечно, тогда уже принимаются более радикальные меры. Да, ну вот а критерий неблагополучной семьи, он достаточно размыт, ведь? Да, и мы об этом говорим, и мы об этом говорим на съездах, и поднимаем вопросы в этом плане. Вообще должны быть очень чёткие, значит, предусмотренные критерии любой неблагополучной социально опасной семьи. Мы должны очень чётко знать, значит, как у нас должны сотрудники отрабатывать с этими семьями. Вообще, мы даже в последние вот в эти встречи, особенно когда в Грозном было у нас совещание, посвящённое семье, вот именно семье, мы говорили о том, что на сегодняшний день должны быть определённые требования к работникам органов опеки, к социальным работникам. Потому что вот просто так прийти в семью и начать с ней работать, конечно, должен человек, отвечающий определённым требованиям и критериям. Потому что семья — это то, в общем-то, это хрупкое такое создание, которое сейчас, к сожалению, вот оно действительно является хрупким, потому что мне приходится сталкиваться зачастую с проблемами с внутрисемейными, когда очень важно найти понимание, значит, и чтобы тебе доверяли, и чтобы к тебе относились с уважением, чтобы ты действительно мог помочь этой семье. Поэтому мы говорим об этом, мы говорим о том, что у нас должен быть либо отдельный закон, который прописывал бы вот эти все основные, значит, критерии, прописывал вот требования прежде всего к сотрудникам, к работникам. Мы говорим о том, что у нас на сегодняшний день в каждом регионе, значит, свои нормативы. Вот, допустим, один работник органов опеки, к примеру, на тысячу человек, где-то в регионах на две, на три и так далее. То есть здесь у нас должен быть единый подход, потому что единый подход во всей Российской Федерации. Конечно, мы тоже говорим об этом. И мы многие моменты говорим, и я хочу сказать, что сейчас доконодательство в этом плане меняется в некоторой степени. И, в общем-то, мы это видим, мы это замечаем. Но, к сожалению, еще остается ряд вопросов, которые мы вот поднимали вновь и на съезде, и на конференциях поднимаем. Значит, чтобы действительно вот на уровне федерального законодательства происходили изменения вот именно в положительную сторону в этом плане. Ну вот здесь, наверное, очень близок вопрос о ювенальных технологиях, да, которые вводятся уже с зарубежными социологами. И когда могут изъятие ребенка из семьи? То есть органы опеки, получается, субъективно подходят к этому вопросу? Вот неблагополучное материальное положение. Ребенка можно забрать из семьи? Ну, я бы так вот вопрос вообще не ставила. Почему? Потому что я вот еще раз повторяю, что основная цель и основная задача всех органов системы профилактики должна быть сохранение ребенка в семье. Но в той семье, действительно, где ребенку будет уютно, нормально, значит, жить. Вот этот термин ювенальные технологии, разъясните его. Значит, я хочу сказать, что мы сегодня действительно очень много говорим о ювенальной юстиции, ювенальных технологиях, которые мы видим вот как бы как зарубежные страны. Я хотела бы сказать, что, к сожалению, то, что делается в зарубежных странах, не всегда, вот мне, например, оно, я не всегда воспринимаю эти вещи. Я уже свое мнение неоднократно по этому поводу высказывала. Потому что вот мне иногда бывает непонятно, я столкнулась сама с аналогичным случаем, когда ко мне обратилась женщина, которая вывезла ребенка из одной стран, из одной стран Скандинавии. Вот, значит, и когда она мне рассказывала о том, что как у нее этого ребенка забрали и поместили в центр, мне, конечно, очень многие моменты были непонятны. Потому что все-таки я считаю, что ребенку всегда намного лучше находиться в кровной родной семье. А второй момент, когда мы ставим, если мы видим, что действительно в кровной семье уже невозможно просто ребенку находиться, и такие случаи, к сожалению, бывают. И иногда вот мы сталкиваемся с такими случаями, когда уже возник печальный очень факт. И я начинала свою работу с того, что у меня был один из первых выездов в один из районов Архангельской области, когда девочку четырехлетнюю, значит, вначале изнасиловал сожитель мамы, а мама в том просто-напросто так прибила, что девочка не пришла в сознание и умерла в больнице. Поэтому, значит, вот вы понимаете, это очень печальные такие моменты, которые возникают. Конечно, вот в таких семьях уже оставлять детей ни в коем случае нельзя. Если мы видим, что семья, значит, не занимается ребенком, если мы видим, что там действительно нужно, значит, другого просто выхода нет, тогда, значит, мы должны работать по другой семье, чтобы ребенок тоже воспитывали. Потому что семейное воспитание – это самое хорошее воспитание. А когда уже действительно мы видим, что и мы не можем найти семью, допустим, вот, к сожалению, подросткам не всегда бывает просто найти семью другую, тогда уж, конечно, это детские учреждения. Но вот в первую очередь, конечно, это семейное воспитание. То есть у нас вот таких перегибов нет? Ну, я хочу сказать, что были у меня такие случаи в Архангельской области, когда мнение органов опеки не совпадало с моим мнением. Я на суде высказывала противоположное мнение. Но эти случаи считанные, я бы так сказала, потому что все-таки мы стараемся заранее отрабатывать вопросы и заранее отрешивать. Действительно, когда уже видим, что другого выхода нет, и там и я уже вижу, что другого выхода нет, тогда уже принимается такое решение. Но вот были такие случаи. Ну, там вот, допустим... Да, я могу привести вот один из случаев таких, когда у многодетной семьи, значит, были изъяты дети, причем один из них, ребенок, был грудной, на грудном вскармливании. Мы вмешивались в эту проблему. И, конечно, значит, на суде, изучив все обстоятельства, абсолютно дело, мы приняли решение, что мы будем защищать и говорить о том, что мы против лишения родительских прав. И там, к счастью, суд принял решение, и маму не лишил родительских прав. Поэтому, значит, в общем-то, на сегодняшний день эта семья тоже находится... Она не просто находится сегодня под контролем, допустим, социальных служб, но она и под нашим контролем находится, потому что там, где мы выступаем, в суда, в защиту, мы, естественно, контролируем потом эту семью. Вот вторая семья тоже здесь. Значит, у нас была... Тоже мы... Это был 2011 год, когда мы занимались этой проблемой. Мы тоже выступили против лишения родительских прав. Вот совсем недавно мама с ребенком ко мне приходила, и меня радует, что они живут, и живут очень неплохо. И мама с папой беспокоятся о детях, и ребенок в школе учится, и первые успехи его, и где-то неудачи. И они вместе с нами это обговаривают, обсуждают. То есть вот здесь у нас такие проблемы бывают. То есть вот если неблагополучное материальное положение, это еще не повод для того, чтобы забирать ребенка из семьи? Да, конечно, не повод. И в этой семье надо прежде всего помочь. Надо помочь. Надо всем органам системы профилактики посмотреть, как можно помочь этой семье. Может быть, где-то работу не могут найти, помочь найти эту работу, что-то предложить еще. Масса ведь всяких выходов из положения. Вот сейчас буквально, кстати, хочу сказать, что Ольга Валерьевна Дулепова, начальник управления по вопросам семьи опеки попечительной Марии города Архангельска, ездила со мной на съезд. И вот мы с ней тоже обсуждали ряд проблем, и мы уже в течение вот этого всего года работаем совместно. Когда вот такие семьи возникают, мы совместно даже выезжаем в эту семью, смотрим, что можно сделать для этой семьи. И у нас есть такие семьи, которые на контроле находятся и у органов опеки, и у меня. И мы уже совместно смотрим, как дальше поступать с этой семьей. Ольга Леонидовна, а вот как вы относитесь к западным фондам, которые тоже приходят на это поле работать? Ну, вы знаете, я отношусь как? Я считаю, что если они действительно делают какое-то полезное, доброе дело, к этому я отношусь положительно. Но если я вижу, что начинается навязывание каких-то, допустим, своих норм, своих каких-то правил нам, то, конечно, я считаю, что наша страна – это наша страна, наше общество – это наше общество. И мы должны ко всему, то, что мы видим, допустим, какие-то технологии западные, мы должны ко всему подходить с позиции нашего менталитета, наших традиций, нашей жизни, и делать какой-то отсев. Все, что хорошее, конечно, брать необходимо для себя. Но вот какие-то моменты, может быть, они не совсем для нас приедут. Помните, да, наверное, этот скандальный фонд Марины Гордеевой против, тоже против, вроде как, жестокого обращения с детьми. Он работает сейчас у нас? Ну, я не хочу сказать, что он скандальный. Вот, значит, он работает, и он очень активно участвует в жизни, вообще, в целом, и очень массу грантов выигрывает у нас, значит, наше учреждение. Это вы говорите про Марину Владимировну Гордееву. Я хочу сказать, что она бывает у нас на съездах, и масса таких вот интересных моментов, То есть там не подтвердились вот эти коррупционные скандалы? Я, например, об этом даже, если честно сказать, и не слышала. Поэтому я не могу здесь что-либо пояснить. Сюжеты были по федеральным каналам. Да, но я хочу сказать о том, что она работает, и я считаю, что этот фонд работает очень довольно-таки плодотворно, и совсем недавно у нас здесь вот прошла конференция, тоже под эгидой этого фонда в том числе. Поэтому, в общем-то... Хорошо. Я вернусь вот к органам опеки. То есть как вот снизить или вообще обезопасить вот этот субъективизм работников социальных служб, когда они, в общем-то, на свое усмотрение? Как снизить или обезопасить? Вот, конечно, мне, наверное, может быть, в какой-то степени проще говорить со стороны, когда я смотрю ситуацию, а в какой-то степени и сложнее. Потому что любая ситуация, которую мы рассматриваем, мы ее рассматриваем с позиции всех сторон. И, значит, когда вот мы, допустим, видим, что где-то недоработка, значит, одних там из представителей органов системы профилактики, где-то других, значит, мы указываем на эти моменты, мы говорим, мы выступаем, на совещания, значит, четко оговариваем, значит, какие-то примеры приводим, значит, тоже обсуждаем их, чтобы понятно было, что все-таки вот где, как бы, допустим, со стороны было вот видно и виднее. Я хочу сказать вот в этом плане, да. А с другой стороны, бывает и сложнее, почему? Потому что, когда ты начинаешь говорить, ведь не каждый человек воспринимает, он-то считает, что он прав, вот именно в данной ситуации. И тогда вот я, например, всегда предлагала и предлагаю, и то, что мы вот делаем сейчас с органами опеки города Северодвинска, мы, вот, допустим, поступила мне жалоба или обращение от семьи какой-либо по городу Северодвинску. Значит, мы обговариваем и намечаем определенный день и так называемый, значит, проводим так называемый опекунский совет, на который приглашаем родителей, ту и другую сторону, потому что жаловаться это обычно какая-то одна из сторон. Значит, приглашаем, значит, родителей, садимся за стол и я, и, значит, органы опеки, и каждый высказывает свое мнение. И вот когда каждый выскажет свое мнение, когда мы посмотрим на эту ситуацию не просто вот с одной стороны, как органы опеки, но и со стороны родителей того и другого, со стороны уполномоченного по правам ребенка, и тогда, значит, у нас уже как бы вырисовывается картина, вот в каком направлении мы лучше должны работать. Да, это хорошо в Северодвинске. Да, но я хочу сказать, что я и всех призываю так работать, потому что когда человек один принимает решение, вот почему вот, допустим, я вам многодетную семью вот эту привела, в пример, потому что там вот как раз в большей степени орган опеки принимал один решение, понимаете? Получилось так, что и взаимодействие с органами социальной защиты было крайне ослаблено. И когда, извините меня, вот на судебный процесс выходят, значит, разные органы власти, значит, один говорит, что мы за то, чтобы лишить родительских прав, вот орган опеки в частности, а органы соцзащиты говорят, нет, а мы против лишения родительских прав, вы понимаете? Значит, уполномоченный говорит против лишения родительских прав. Картинка-то, она возникает вот совершенно. То есть вот мы говорим все время о взаимодействии, и я считаю, что это взаимодействие, вот там, где оно налажено, там таких вот курьезных случаев, их не будет происходить. Да, в маленьких поселках бы еще, в отдаленных поселках наладить. Да, значит, там вот таких курьезных случаев не будет происходить, а где вот его, к сожалению, нет, там мы с этими моментами сталкиваемся. Поэтому здесь вот роль вообще взаимодействия, она очень велика. Да, мы сейчас говорим об обращении взрослых, а ведь дети тоже имеют возможность звонить в все колокола. Для этого существует телефон доверия, правильно? Детский телефон доверия. Вот каковы результаты работы? Ну, я хочу сказать, что из года в год, конечно, на телефон доверия все больше и больше обращается численность, вообще обращавшиеся. Там есть и дети, там есть и взрослые, и представители, и масса всех. Но я хочу сказать, что, конечно, телефон доверия в целом дает вот такой момент положительный в плане того, что ребенку, вот если ребенок захотел позвонить, ему есть возможность выговориться. И самое главное, что он там может выговориться не стесняясь, потому что он не называет ни свое имя, ни фамилию, ничего абсолютно. Это анонимный звонок. И он рассказывает это все. И, конечно, с ним там разговаривает специалист, психолог, который знает, как ответить, знает, как поговорить. А ведь у нас, вот мы уже говорим, опять же, у нас, к сожалению, к великому вид на сегодняшний день и гибель детей довольно-таки тоже имеет определенный процент. И я хочу сказать, что здесь вот в этом плане, конечно, это очень важно выговориться. И вот вы знаете, я когда увидела, что действительно вот очень важно, чтобы телефон доверия был, когда мы поехали с акцией с любовью к детям по области, и там есть направление, значит, стенд оформлен, вот именно по работе телефона доверия. И когда дети подходят и пишут то, что они бы хотели, допустим, сказать по телефону, они вот пишут это в письменном виде, какой вопрос бы они хотели задать, то мы провели анализ вот этих всех написанных в письменном виде, значит, детских вот заключений, вот вопросов, всего чего угодно, значит, их переживаний. И мы увидели, что у нас вот те дети, которые подошли, написали по телефону доверие, довольно-таки высокий процент, а он ни много ни мало, это около 70 процентов, дети действительно высказывают. Вот, понимаете, у них есть вот такой подавленный такой настрой, они вот задаются вопросом, вот многие из них высказывают, я не знаю, вот как мне быть дальше, допустим, да, или что вот меня очень беспокоит моя, там, допустим, жизнь на сегодняшний день. Это высказывают дети. То есть нет уверенности. То есть, да, нет уверенности. И я хочу сказать, что вот это как раз очень печально и тревожно, и мы должны, конечно, вот с этим работаем, мы должны понимать, что если мы вот приехали, к примеру, в один из районов, значит, мы посмотрели, вот увидели эту картинку, мы, значит, уже там говорим о том, что, значит, даем рекомендации, что вам надо более серьезно, значит, работать в целом с детьми в школах, значит, в профучилищах, там, где вот дети учатся, конечно, надо в большей степени обращать внимание на ребенка, давать возможность ему высказаться, значит, может быть, там, где нет психолога, подумать об этом, чтобы этот психолог был. Иногда ведь вот в сельских районах, конечно, это крайне бывает сложно, но все равно, допустим, в центральных, значит, школах есть психологи. Мы говорим о том, что давайте так, значит, работать не только в своей школе, но выезжать в другие, допустим, школы, если там нет психолога, потому что это бывает очень важно, чтобы ребенку вовремя прийти, действительно оказать помощь. Да, это ведь тоже будут будущие родители, да? Да, выйти и оказать помощь. И когда вот совсем недавний вот случай у меня тоже был, когда ко мне обратилась мама одного из подростков, что попытка к суициду, конечно, я сразу же выехала сама, потому что эти случаи, вот самое главное, чтобы мы их успевали предотвратить. И то, что вот это не произошло, это слава Богу, и мы должны делать все, чтобы этого никогда вновь не произошло. И, конечно, здесь вот уже отрабатывать очень серьезно и серьезно. Поэтому я считаю, что телефон доверия, он, конечно, дает свой результат. Я объявляю, допустим, горячие линии. У нас горячие линии проходят по четвергам. Каждый четверг, последний четверг месяца мы проводим горячую линию с 17 до 19 часов. В это время нам тоже звонят. Бывает, что и подростки звонят. И они не называют себя, и мы не требуем этого, потому что по горячей линии человек может просто позвонить, просто получить консультацию, просто поговорить. Поэтому, значит, и в общественной приемной у нас тоже, значит, мы готовы, тоже горячая линия работает в общественной приемной при САФУ. Там тоже всегда ответят на все вопросы, которые задают нам подростки без каких-либо названий. В этом направлении работа, конечно, не будет. Да, потому что каждый из них — это и будущие родители. Если они лишены счастливого детства сейчас, то какие же они будут родители, и как они будут воспитывать своих же детей. Спасибо большое, Ольга Леонидовна. И несколько таких вопросов блиться в конце программы. Вот с какими мыслями, с какими чувствами вы начинаете свою рабочую неделю, сегодня понедельник? С какими мыслями я начинаю? Я каждый понедельник прихожу и думаю о том, чтобы… Как было бы хорошо, если бы у нас в течение недели не произошло ни одного несчастного случая, чтобы ни один ребенок не погиб. К сожалению, у нас, вы тоже видите, что пестреют наши средства массовой информации по поводу того, что пострадал, допустим, ребенок в ДТП или еще там где-то. К сожалению, это имеет место быть. Поэтому, конечно, самое главное — это то, чтобы наши дети не гибли. И сегодня, к сожалению, еще раз повторяю, что это имеет место быть. Вот этот момент. И, конечно, поскольку жалоб становится и обращений все больше и больше, конечно, я думаю о том, чтобы, может быть, все-таки как-то изменилась ситуация к лучшему. И, конечно, чтобы таких обращений и жалоб было меньше. Но, к сожалению, пока это не происходит. Вы уже, будучи третий год областным омбудсменом, нашли ли ответ на вопрос, от кого и от чего защищать ребенка? Ну, вы знаете, я считаю, что не надо ни от кого и ни от чего защищать, а надо просто защищать ребенка. Если я вижу, что ситуация, допустим, сложилась такая, что требуется помощь от нас, естественно, я ее всегда оказываю. Потому что если мы будем ставить вопрос от кого и от чего, то мы никогда не достигнем никакого эффекта. Мы можем до бесконечности над этим думать. А вот когда мы будем просто думать о том, что нам надо помочь в этой ситуации именно ребенку, или иногда бывает, что мы ведь помогаем и взрослому человеку. Вот, допустим, жилищный вопрос. Ведь у нас нет прямого права ребенка на жилье. Но право это сопряжено с правом родителей его на жилье. Но мы оказываем эту помощь, потому что мы понимаем прекрасно, что если мы окажем помощь родителям в этом плане, то ребенок будет защищен. Поэтому, значит, здесь вот как бы не может быть, у нас происходит очень много к нам и обращений бывает таких, когда вот есть ребенок в семье, а проблема-то она может быть не столько ребенка, и не столько связана даже с ребенком, но просто есть ребенок. Вот, допустим, нарушилась канализация, а ребенок в семье есть. Вот вовремя не оказали, значит, не отремонтировали, значит, приходится вмешиваться. Или, допустим, вот водоснабжение, где-то что-то. Тоже дети есть в семье, значит, а воды нет, к примеру, в доме. Тоже обращаются, тоже вмешиваемся. То есть это не всегда и не напрямую. Вот, значит, поэтому тут вот как бы надо всегда с позиции рассматривать ребенка, чтобы ребенку вот в данный момент, вот в этом, в этой семье, в этой там школе, значит, в этом детском саду, где угодно, было хорошо. Самый дорогой и самый лучший подарок, который вам сделали? Ну, я хочу сказать, что мне дарят все время дети свои рисунки, свои поделки, когда бываешь, особенно в детских домах, вот в центрах социально-реабилитационных. И это всегда очень приятно получать. И у меня вот они есть в кабинете, я всегда их с удовольствием храню, выкладываю. У меня очень много рисунков детских. И когда смотришь на эти рисунки, тебе действительно как-то становится вот, ну, что ли, лучше. Тебе становится вот как-то более, немножко как наступает вот такая как бы отдушина у тебя, потому что ты видишь вот этот детский рисуночек. Он может быть такой вот непритязательный, но так о многом говорящий. Вот однажды мне, например, дети нарисовали, значит, такой вот цветочек, поблагодарили меня, значит, и нарисовали такой вот цветочек. Я сейчас вот на этот цветочек смотрю, значит, вот с таким большим удовольствием, потому что это действительно вот детский подарок, он от души. И поэтому это всегда вот воспринимается очень хорошо. Спасибо вам большое. Я думаю, что мы еще встретимся, потому что проблем действительно много, и они накапливаются, надо их решать. Да, но я хочу сказать, что я поблагодарить хочу средства массовой информации, потому что мы уже очень многие проблемы совместно со средствами массовой информации решаем. И там, где, допустим, вот еще и помогают решать и средства массовой информации, иногда зачастую обращаются в средства массовой информации, а потом уже и на меня выходят. И вот совместное решение проблемы, оно всегда вот более эффективным получается. Потому что когда вот совместно, и когда мы говорим об одном и том же, И вы, наверное, видели такие вот заметки и в «Правде севера» бывают, и в других газетах, когда, допустим, или передача, когда, допустим, проблема есть, она освещается, и мое мнение там высказывается, и мы работаем совместно с тем или иным информационным порталом или агентством, или кем угодно. Поэтому это всегда результат, он другой уже. Спасибо вам большое. В эфире была Ольга Смирнова, полномоченная при губернаторе Архангельской области по правам ребенка. Как не горько, но прав писатель и президент Российского детского фонда Альберт Лиханов. Любовь к детям стала напоминать любовь к собственному имуществу. Впрочем, имущество порой даже дороже людей. Что может быть печальнее и горше? Но надо что-то делать. Вот такие дела. До встречи во вторник, 13 ноября. И смотрите нас на портале правдосевера.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова